Приветствую вас, мои друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. И сейчас посмотрим с вами большую квартиру. 116 квадратных метров. И, кстати, место интересное. Район Новый Сочи. Прямо находится рядышком с церковью. Рядышком с лицеем номер 30. В общем, нормально. Мне здесь локация эта нравится. Рядышком море. Прямо в пешей доступности. И, конечно же, дом бизнес-класса. Дом полностью монолитный. Дом с лифтами, дом с консержем. В общем, все как положено. Это жилой комплекс у нас Мингард. Давайте попробуем оценить, что же из какого интересного есть. Ну, итак, смотрите, вот сюда входная группа. Мы сюда с вами заходим. И вот такой у нас большой холл. Да, все у нас мерцает почему-то. Ладно, даже знаю почему. Но давайте все-таки снимем. Вот с этой стороны у нас гардеробная. Посмотрите, большая, полноценная гардеробная, где, соответственно, можно, если правильно все сделать, в полочке, то вы можете здесь уместить все, что только возможно и что только невозможно. Снимаю на камеру GoPro. Поэтому угол не широкий, обычно линейный. Так, как мы обычно с вами видим. Здесь, конечно же, у нас санузел. Основной санузел. Смотрите. И, конечно же, здесь же у нас имеется рядышком второй санузел. Квартирка с ремонтом. В принципе, все неплохо сделано. И да, есть душевая, есть и ванная. В общем, все довольно-таки культурно и красиво. Теперь давайте посмотрим, что же здесь еще есть. Заходим. Это у нас кухня. 27 квадратный метр. И, соответственно, здесь же мы с вами можем выйти на балкон. На балкон выход есть. Я бы не сказал, что тут вид будет бомбический. Нет. Но, во всяком случае, не окна в окна. Посмотрите. Здесь у нас сбоку море имеется. А вот здесь мы видим с вами горы. В хорошую погоду. Ну и здесь, конечно же, у нас бич в Сочи. Это у нас жилые гаражи. От них никуда не деться. Ну, как бы так. Вот я припарковал свой автомобиль. Все хорошо. Здесь у нас вот такое есть кресло интересное. Также здесь у нас присутствует индивидуальный газовый котел. Сейчас мы с вами это посмотрим. Ну, я считаю, что кухня вполне даже такая интересная. На кухне можно ставить телевизор. Можно поставить диванчик, гарнитур. В общем, все культурно, все красиво. И все у нас эстетично. Где у нас входом котел у нас с этой стороны стоит. Видите? И, в принципе, коммунальные протяжи здесь не такие высокие, как кажется. Конкурент ему это, конечно, Бочаров-Маяк. Но с Бочаров-Маяк очень тяжело будет добираться до школы. В первой доступности не получится. Здесь в этом отношении гораздо проще и гораздо лучше. Давайте попробуем с вами теперь посмотреть все-таки спальни, какие здесь есть. Квартира 114 квадратных метров. В принципе, довольно-таки хорошая, внушительная площадь. Здесь мы видим с вами спальню. В этом хорошую спальню. Здесь даже есть камин. Место ставят для сплит-системы. И вот видно, что здесь живет у нас ребенок. Спальня, в принципе, хорошая. Да, нестандартная она форма. Немножко она у нас конусом идет. Но я думаю, что хорошая, полноценная, большая комната. Это круто. Здесь же мы с вами можем попасть во вторую спальню. Вторая спальня тоже большая. Тоже сделан конусом, потому что весь этот дом будет у нас полукруглый. Большинство квартир в этом доме сделаны просто две тупо спальни и кухня-гостиная. Больше ничего. Здесь же смогли сделать еще и третью спальню. Вы видите вот по этим окнам, ребята. И вот, да, она глухая получилась с такой интересной дверью. Но при этом, зато все равно у ребенка есть, например, если у вас два ребенка, то есть свой угол. Я думаю, ребенок будет вам безумно благодарен. Опять же, здесь все проветрится, сделана вентиляция. Поэтому то, что здесь не будет поток кислорода или еще что-нибудь, можешь не переживать. Я считаю, что я, может быть, даже так же и сделал бы. Но, опять же, мне пока три спальни нужны. Вполне возможно, если бы я эту квартиру планировал, я бы сделал бы две изолированные комнаты. Может быть, да, сделал бы остатку гардеробную. Но единственное, что я сделал бы кухню-гостиную, сделал бы побольше. Ну, реально больше бы сделал. Теперь, что по факту у нас, ребят. 114 квадратных метров квартира с ремонтом. Ремонт, притом, свежий. Покупалась данная квартира не так давно. Просто люди все-таки надумали продавать. Есть там не к своей определенной причине. И продают данную квартиру всего лишь за 19 миллионов рублей. Квартиры в членовом варианте в этом доме пока не продаются. Потому что, вроде как бы, я знаю, их выкупил инвестор. Потому что квартиры в данном жилом комплексе были дешевле, например, чем, например, другие аналоги, которые даже здесь просто строятся. Ну, хотя вот рядышком здесь есть у нас много жилых комплексов, точнее, апартаментов комплексов, где ценник перешагивает за 450 тысяч рублей за квадратный метр, который находится у нас на территории Заполярье. Итак, давайте с вами все-таки подведем итог. Место интересное. Подходит квартира как для отдыха, так и для того, чтобы можно было жить на мою жир. Потому что магазин здесь есть. Здесь все имеется. Комната, в принципе, хорошая. Просторная, большая. Единственное, что это комната у нас без естественного освещения. Это минус. Но в остальном я считаю, что, в принципе, все очень даже хорошо. Если у вас большая семья, то можно рассмотреть. По поводу ипотеки. Ипотека проходит, но Сбербанк. Потому что в этой выходе надо всю сумму в договоре. Здесь не вся будет сумма в договоре. Потому что квартира в собственности менее 5 лет. Поэтому, ребят, не вся сумма в договоре. Что касается коммунального потери, здесь коммуналка у нас невысокая. Поэтому, я думаю, вы сможете спокойно здесь комфортно жить, поживать. Здесь, я думаю, тоже можно сделать хорошую гардеробную, хороший шкаф при желании. Ну, действительно, просто люди уже надумали продавать. Поэтому, ну, до ума не довели. А так, в целом, я считаю, хорошая квартирка для большой семьи. Цена нормальная, адекватная. За эти деньги можно купить 80 квадратных метров жилом комплексе «Остров мечты». Но это другая концепция. Если этот дом у нас наружу хотя бы радует глаз. И это действительно красивый жилой комплекс. Просто, блин, просто бомбический. То у нас уже мечты, это будет больше эконом. Это все-таки бизнес-класс. Можно купить квартиру в «Империи». Но, опять же, в «Империи» будет универсальный дом моря гораздо больше. Идти по времени и так далее. Ну, конечно же, «Империя» это все-таки, я бы сказал, это больше комфорт-плюс. А это же у нас полноценный бизнес-класс. И конкурировать он может с такими жилыми комплексами, как «Виктория». С такими жилыми комплексами, как «Альборькова» и так далее. Ну, вот, в общем, ребята, как бы так. В любом случае, мне эта квартира понравилась. Понравилась ли вам квартира, тоже пишите. Будет интересно услышать ваше мнение. Ну, а теперь, ребят, всем пока и спасибо за просмотр. Как видите, ребят, дом живой в продолжении. И вот, видите, так вот секциями разбита. Одна секция и вторая секция. Соответственно, 4 лифта в доме. Это тоже большой груз. И, при том, от лифта нет никакого шума. В общем, доме какой круленький, красивый. И давайте посмотрим еще холл. Кстати, тоже хороший холл большой. Ну, и, конечно же, территория закрытая. В общем, дом выглядит просто обалденно. Смотрите, просто такая громадина.